всем привет зрителям подписчикам канала вы на канале телемастер 222 в этом видеоролике пришла не посылка посылки у нас находится магнитного рижского производства завода радиотехника мл 60 102 магнитного абсолютно новое хранение 91 года выпуска никто ей не пользовался пролежала 33 года упаковки вот он и на постовая разная упаковка пятны и скроем и посмотрим и и и Абсолютно новенькая магнитова, радиотехника ML6102. Коробки, инструкция, кассета, шнур для записи, сетевой шнур. И также запасные пасеки и запасные, может тут и сохранители, что тут, что тут, не знаю тут все. Тяжелый агрегат. Вот, после 33-летнего хранения посмотрим сейчас инструкцию подробнее и попробуем ее включим. Подробнее еще посмотрим. Цена уже свободная написана. Гарантийный срок хранения два с половиной года. Дата выпуска, август, 1991 год. Так, инструкция. Обратим внимание, что тут. Вот, читаем. 15, 11, 1990 года введено действие договорных свободных цен на товары народного потребления. Вы можете на стоп-кадр установить, прочитать. Комплектность. Магнитола радиотехника МЛ-6102, руководство по эксплуатации. Кассета с лентой. Она у нас, вот она лежит. Еще должна вторая кассета. Ну, видим, что она зачеркнута. Ее нет здесь. Записи должна для проверки при покупке этой магнитовой. Соединительный переходник, сетевой шнур, элементы питания. Элементов питания у нас в коробке нету, естественно. Комплект запасных частей. Ремни приводные. Так, что у нас тут все? У нас еще тут педохранители, вилки тут различные. Соединители. Все, здесь у нас. Перечень, скорее всего, это вот в этом курочке чего-то лежит. Вот. Значит, здесь у нас ремни, как говорится, лежат. Пасеки. Вот они, видны. Ну и здесь тоже зип какой-то. Посмотрим, что тут лежит ради интереса. Ага, вот. Это соединительный разъем, скорее всего, на внешнюю акустику, колонку. Это, скорее всего, для антенны. Разъем внешнего питания можно от автомобиля. Также пара запасных предохранителей. И еще у нас разъем, наверное, скорее всего, какой-то тут. Все эти вот для АУКВ антенны. Так же. Вот такой разъем с двумя проводочками. Шнур для перезаписи, допустим, с магнитофона на магнитофон или с других устройств. Это, наверное, для записи от радиосети. Почему-то здесь вилка должна, но почему-то такая комплектация. Также видим заводской родной сетевой шнур. Стандартная восьмерочка. Такая вот комплектация. Здесь у нас схема. Также в комплект. Все, кто знают, советские магнитофоны поставлялись с электрической схемой. Так, здесь ничего не отмечено в паспорте. А вот тут у нас отмечено. Тут сентябрь 1991 год. Даже схема лентопротяжного механизма. Значит, тут так же опять написано. Свободная родничная сына. Это уже как после 1990 года сцены полезли. Вот все эти соединители. Вилка для подключения антенны ДВС и ВКВ. Вилка для подключения УКВ антенны. Штекер соединительный подключения внешнего источника питания. Вилка для подключения внешнего громкоговорителя. Вилка для подключения внешнего источника питания. Также. Снурт для перезаписи. Вот это, что у нас лежит. второе это для записи с трансляционной сети новый абсолютно магнитово завода уже нет от него руины остались магнитовую еще также посмотрим к сетку такая туго сидит невозможно мк 66 все цена 7 рублей 50 копеек схема все комплектацию рассмотрели мы попробуем его посмотреть там аппарат включить его послушать но сама магнитово абсолютно новенькая пролежала хиро повторю 33 года упаковочке посмотрим со стороны задней стенки цена не указана допустим возьмем старую магнитову ранее выпускалась на этом же заводе это такая у меня маленько уставшая магнитово лига 110 с того же завода стоило на цена 328 рублей вот после риги 111 пошла вот это радиотехника как бы переименовали и так здесь у нас батарейный отсек книгу ого новые батарейки стоят еще комплекте они в паспорте написаны были они стоят в ней и ни одна не вытекла за все время так батарейки тоже смотрим внимательно тоже 91 года я даже таки таким батарея даже не увидел посмотрим поближе вот они стоят абсолютно пятый месяц 94 год переправлены почему-то они да еще действительно батарейки не вытекло же ничего ничего не побежала нет никаких достать их невозможно очень туго ставлены как же их вытащить проблематично так вот они абсолютно новенькие батарейки еще тех времен ничего не не потекло ничего не побежала ну кое-как вытащил туго сидят они ради интереса замерю мультиметром то в этих батарейках осталось 146 вольта так следующее это при неудобно не таким очень плохо вытаскивается туго они как-то сидят ни одна ничего тут не потекло все чистенько вытащить их трудно почему-то сек такой сделанный достать как-то неудобно доставать вот так вот люди купили эту магнитолу на положили и забыли про ее может под зарплату и давали то время когда был развал вот советского союза как говорится может быть про запас купил человек положил забыл про ее потом и там уже что-то получше техника импортная пошла может купили про эту как говорится забыли магнитолу и она вот 33 года пролежала сохранилась даже батарейки за 33 года же не вытекли ну как новенький как будто с магазина как конвейер что-то 50 выпустили ну что попробуем ее включить возьму этот стандартную восьмерочку тут не осталось коробки доставать индикатор питания горит пробовать что-нибудь радио включить что-нибудь и Радио работает. Попробуем, кассеточку поставим. Попробуем, кассеточку поставим. Попробуем. Ну все, все работает. Магнитофон работает. Радио работает. Ловил я радио на средних волнах. Можно еще на коротких попробовать. УКВ, естественно, у нас нет. И это было одно из самых ярких музыкальных моментов всего этого действия. Попробуем, кассеточку поставим. В общем, поймать невозможно. Мешают светодиодные светильники очень сильно, много помех дают. Магнитофон после 33-летнего еще отлично работает. Без проблем никто я не скрывал, никто не ремонтировал. Сохранение. Вот вам советский аппарат. Пролежал 33 года и в полном порядке. Даже еще оказались в батарейном отсеке родные батарейки. Также у нас еще магнитово выпускалось. В таком же плане Курганский радиозавод выпускал. Элита 102. По внутрянкам то же самое. Близнецы. Ну, немножко отличается дизайном. Попробуем. Попробуем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...